И, найдя учеников, пробыли там семь дней, они по внушению Духа говорили Павлову, чтобы он не ходил в Духа Своей. Да, мне кажется, как-то странно. Прочитайте, 21 глава, 4 стих. И, найдя учеников, пробыли там семь дней, они по внушению Духа, Духа Божия или Духа Божия? Ну, в русском переводе ясно не то, что Духа Божия. Если она посмотрит в оригинал, он тоже говорит, что Духа Божия. Они говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Вот, если читаешь это место, возникает какой-то рассинхрон, раздрайв, не знаю. То есть, здесь он говорит ему уйти в Иерусалим, а здесь говорит не идти в Иерусалим. Ну, согласитесь, странно. Ну, кто читал, вот действительно странно, когда это сопоставляет. И ты думаешь, Дух Святой, что ли, разделился? Здесь он говорит идти, а здесь он говорит... Нет, ладно, если они от демонического Духа получили, я бы понял. Ну, и там он от Божьего Духа получает, и здесь ученики. И там он говорит идти, а здесь он говорит не идти. Ну, странно, согласитесь, реально странная история. Сейчас мы добавим французский кладберактиву. Восьмой стих. Нет, давайте не восьмой. Чтобы-то они не перечитывайте. С десятого. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из людей некто пророк именем Агав. И войдя к нам взял пояс Павла, и сказал себе, руки и ноги, и сказал. Так говорит Дух Святой. Может, чей-то пояс так свяжет в Иерусалиме и не придут в их языке. Когда же мы услышали, то и мы и тамошли просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Тут еще Агах приходит, красок добавляет эту гордину. Говорит, мне Дух Святой сказал, чей пояс того в Иерусалиме, ну, будут ждать неприятные последствия. И что делают ученики? Павел, не ходи, начинают плакать, реветь на взрыв, кричать. И там они тоже получали, вышли другие, тоже получили откровенность, что не надо ходить в Иерусалим. И думают, что вообще происходит? Как так? Павел получил, а здесь ему Дух Святой не надо говорить. Но если мы с вами смотрим и внимательно читаем, мы видим в 13 стихе ответ. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце моё. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Мы понимаем, что те ученики, о которых мы писали выше, когда они получили откровение от Духа Божьего, они получили лишь откровение, что Павлу ждут страдания. И что они умоляют его. То есть они истолковывают то, что они увидели своей душой, своими эмоциями. Они говорят, Павел, мы видели, тебя ждут страдания, выходи, пожалуйста. Приходит Агафа и тоже говорит откровение от Духа, тебе там будет плохо. И что они опять, они опять своей душой. Павлу, не ходи, пожалуйста, тебе там будет плохо. Понимаете, а люди-то видели реальное откровение от Духа, но истолковое, исходя из своей души. Из своей души. Поэтому, друзья, истолкование не зависит от твоих эмоций. То есть не надо толковать то, что ты видишь, исходя из эмоциональной составляющей. Хотя же они видели от Бога? Видели, конечно. Правильно видели? Конечно, правильно все видели. Дух Святой говорил? Конечно, говорил. Но истолкование это было другое. Они увидели в этом опасность, предупреждение. Ну что говорит Павел? Он уже в своем сердце это принял. Он говорит, я знаю, мне надо там быть. Мне надо там быть. И знаете, я заметил очень часто, ты что-то принимаешь от Бога. Ты принимаешь истолкование. Люди могут видеть то, что ты увидел, и начинают то, что ты увидел, вообще подминать под себя. Поэтому, друзья, истолкование это не просто истолкование. Истолкование это еще и принять. Укорениться в этом. Точно понять. Или вот такие люди будут тебя постоянно забивать и говорить, что это неправильно. Но опять же, поймите, это все в рамках здравости. Потому что есть в церкви люди, которые делают странные вещи. Потому что церковь полна странных людей. И церковь большинство это странные люди, как ни странно. В плану нет. И они делают какие-то безумства. И чем они прикрываются? Мне Бог сказал. Мне Бог сказал. Ты говоришь, это безумие. Мне говорит, нет, мне Бог сказал. Мы служили в Казани. Наверное, не знаю, может быть, полгода назад. И пока Саша Мунтиану проповедовал слово, я и пастор местный. Там была такая маленькая келья. И он приводил лидеров. То есть в рамках семинара брал лидеров. И я им служил пророческим словом. И вот приходит ко мне одна семья. Муж с женой. Лет, наверное, 45. У них недавно была свадьба. И я смотрю на них, и я уже понимаю, что у них какая-то проблема. То есть до этого тоже заходили семьи. Мы спокойно мавились, общались. А они прямо зашли. Я чувствую, какая-то проблема. Прям месит в их жизни. Я говорю, у вас проблема какая-то серьезная в семье? Они говорят, да. Я говорю, а что у вас случилось? Они говорят, у нас финансовая проблема. Я говорю, расскажите, поделитесь. Она говорит, в общем, муж набрал на меня кредитов. Там, ну, почти миллион рублей на наши российские деньги. Набрал кредитов, сам не работает. Я работаю. Я говорю, спрашиваю, а что ты не работаешь? А мне Бог сказал. Я говорю, в смысле Бог сказал? Бог сказал, чтобы я хотел людям, раздавал деньги на улице. Я думаю, вы с вами? Я же опять не стану под сомнением. Он действительно мог, сказал, что это было неправильно истолковано. И я начинаю разматривать этот клубочек. Я говорю, а с чего ты взял, чтобы Бог тебе стал деньги вызывать? Я молился и несколько раз видел видение, что я хожу по улицам, раздаю деньги. Я думаю, о, хорошо, окей. Я ему прочитываю места, которые мы еще с вами мечтали. Я говорю, смотри, ты видишь, что можно увидеть что-то реально от Бога, но понять неправильно. И я как бы в этой теме с ним разговариваю, я говорю, я верю, что видение, скорее всего, было от Бога. Я говорю, ну смотри, деньги-то в твоем видении могли означать помощь, какое-то благословение. И это не всегда финансовое средство, может быть, это молитва, благовестие помогает людям. То есть, ну, всегда по-разному. Я говорю, ну давай ты даже мозгами своим, вот человеческими мозгами выраскинем. Если Бог тебе даже сказал раздавать деньги, неужели таким способом, что ты семью всю ввел в проклятии, грубо говоря, жена там пашет. А ты такой вечером приходишь, жена там есть, готова, к ней работа. Почему ты служителю есть и накладываешь, он ходил там деньги, и то, если я раздавал. То неизвестно, раздает или нет, он может где-то сидит, понимаете, или куда-то носит, я же не знаю. То есть, такой служитель, вот он пришел, и вечером такой уставший, деньги вот этого сделал, понимаете. Я говорю, даже вот ты мол своим, подумай, уже любовь так будет действовать. Писание говорит, что право, предник родить. Да. А лучше работать, чтобы было, и с чему уделять. Я говорю, даже если деньги, может тебе надо было подумать, пойти на работу, выделять какую-то часть и ходить, ну, давать людям, там, бомжа, я не знаю. Если это действительно так. Мне, конечно, проще всего взять кредит, даже мы все спихнуть, у нас, ну, вы все русские, вы понимаете, это у нас такая русская традиция. Ружна там пашет, а муж, короче, такой, молодец, с детьми сидит. У нас это сейчас очень распространено. Жена там пашет, это вербей, а муж дома там с детишками сидит, воспитывает. И потом еще говорится, что очень много дел. Ну, ладно, не судя. И мы с ними общаемся, я говорю, ну, это неправильно. Это видение было, конечно, огромное. Конечно, Бог хочет, чтобы мы помогали, чтобы мы служили Бог людьми. Я говорю, ну, ты неправильно истанковал. В итоге, минут через 30 или 40. Когда он понял, что вот это, я так Бог сказал, что... Он в церкви тоже делал такие проблемы, но пастор тоже говорит. Говорит, ну, как же, ну, понимаете, очень часто людей зарубают. То есть это не было, и ты еще больше становишься противником для людей. То есть не надо зарубать людей, надо просто с ними общаться, раскладывать, все такое. Да ну, не будешь противником. И пастор говорит, я ему уже столько раз говорила, да-да-да-да, да-да. И пастор уже для него противником стал. Потому что он же видел видение от Бога, а пастор ставит под сомнение то, что он видит от Бога. И тем самым убежает от Бога. Опять же, не скрылась, с которым надо было быть Бога, говорит, ну, тем не менее, это, опять же, практика. Говорит, я ему говорил сколько раз, это да, это все, это не от Бога. Я говорю, да нет, введение это было хорошее, введение это было правильное, нестолкованное и понятное оно было, к сожалению, неправильное, но и принесло уже проблему. Раз принесло проблему, а что уже об этом отвечать, надо как-то разбираться с этой проблемой. И я ему это все показываю, все рассказываю, говорю, опять же, надо понимать, что время, если бы он что-то дал, то не значит, что надо делать сейчас. Это может быть через какое-то время, например, что он станет уличным неубивистом, уличным служителем, понимаете? А то же, знаете, очень часто встречают такие безумства, встает такой, да, говорит Господь, давай, друзья, какую-нибудь минуточку, пастор, вы видите, да, а ты на секундочку просто человек на сцене, пусть куда-то будет его библия, но он подходит и говорит, ты, пастор, ушло от тебя по мазалию в эту библию, тебе пришло, понимаете? Все, в церкви проблемы, в церкви расселения, а это же сосуд сказал, понимаете, я их не сосуду, но их называю сосуд, понимаете, сосуд Божий сказал, что ушло, пастор сидит вот такой, и человек сидит вот такой, понимаете? А почему, а потом ты безговариваешь с человеком, а что ты так сказал? Введение увидел, у пастора в руках была библия, перешла к другому человеку, и ты говоришь, да, что тут непонятно уже, в конце-то концов, уже 300 раз это проходило. Скорее всего, то помазание, которое есть на пасторе, Бог тоже хочет этого человека возвратить в пасторском помазании. То есть, послушай человека, к которому пришла библия в эту библию, теперь ты, наоборот, ты должен учиться, и ты должен взращиваться, как пастор, понимаете, а то ушло помазание к тебе, что это проблема? Введения очень часто, я говорю, бывают от Бога. То есть, наверное, бывают от Бога, но понятые и столкновенные, бывают неправильные, и это проблема. Я не говорю о том, когда люди там своими человеческими желаниями, амбициями, эмоциями водятся, они, наверное, висит, что-то от Бога получают, но и столкновенные совершенно неправильно. Поэтому нужно это понимать. Хорошо. Первая книга «Царств», 16 глава, первый стих. И сказал Господь Самуил, то есть, вот, прям сказал, понимаете, ясно, ничего. «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я ответ, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рот твой еле и пойди, я пошлю тебе Коисею, ибо между сынами его я усмотрел себе царя». То есть, смотрите, какое мощное откровение получается Муил. Ну, давайте на наш язык это попробуем интерпретировать. То есть, ты сидишь дома, печалишься и не печалишься о правительстве, которое в твоей стране. Вдруг приходит тебе Бог и ясным образом говорит, там, дорогой там, я не знаю, Вася, Петя, не печалься. Ты знаешь, есть там, ну, давайте там, в городе София, там, на такой-то, такой-то улице, в таком-то, таком-то доме, есть такая-то, такая-то семья. Да, и там я усмотрел себе будущего премьер-министра. Поэтому ты иди, напомни Рокки Леев, иди ему помашь. То есть, ну, очень мощное откровение, реально мощнейшее. Адреса, явки, пароли, да? То есть, ты приезжаешь в Софию, ты находишь эту улицу, ты поднимаешься в ту квартиру. Действительно, та семья. Ты думаешь, сколько Бог вели, ты машешь, о, ты к Божьему предназначению. То есть, мощное откровение, реально мощное. И заходит в Сыну Ил, и когда он мне говорят, что пророки Летхого Завета не ошибались, он допускает одну из погрешностей стихов, в шестом стихе. И когда они пришли, он увидел Ильяма, сказал, верно, сей пред Господом помазанник и он. Да? То есть, ты заходишь, стоит такой красавчик, накачанный, у меня, наверное, мало чем похож. Да, и он такой стоит, и ты думаешь, вот это Бог вообще-то, сколько он вели, вот это он помазанник о себе избрал. Да, и ты уже, уже такой у тебя рука тянется за Елеем, и вдруг какой-то момент голос Господь на тебе говорит. Ну, Господь сказал Симониму, не смотри на вид его и на высоту, он сказал, я отынул его, я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. То есть, смотрите, если бы он в какой-то момент уже начал его мазать, это была бы, ну, очень большая, катастрофическая ошибка для Израиля. Это такое мощное откровение получил, очень мощное, но истолковало его чем? Тем, что он видел, своими глазами. И говорит, вот это вот Илья, вот он прям вообще Бог молодец. Я прям горжусь своим Богом, чтобы он избрал такого царя над Израилем. И уже все собирается, а Бог говорит, нет, так это на этом история не заканчивается. И позвал Иесея на Давлю, подвел его к Самуилу и сказал Симониму, и этого не избрал Господь. И подвал Иесея саму и сказал Самуилу, и этого не избрал Господь. Так подводил Иесея к Самуилу семерые сыновей своих. Но Самуил сказал Иесею, никого из этих не избрал Бога. То есть, ты заходишь, большая семья, многолетняя, так много сыновей. И мы-то понимаем, конечно, сейчас, а почему бы не спросить Господь, кто из них, ну раз так много. А вот почему бы этого не спросить, да, сразу не получить ответ от Бога. Нет, вот надо, чтобы, так, вот этот. Нет, нет, вот этот, Господь, нет, нет, вот этот, нет, этот. Семерых там подводили к нему, он все сидит, русская лотовка, попал или не попал. Русская лотовка, попал или не попал. И вдруг к Самуилу приходит такое вот прям откровение, наконец-то откровение пришло. И сказал Самуилу Иесею, все ли дети здесь? Закралось сомнение, вот, понимаете? Так, ну Бог-то меня прислал, квартира та, та, фамилия та, та. Бог прислал, точно, точно, да. Что-то все прошли, Бог сказал, никого нету. Ну, а дома все вообще? И, 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 ох, все ли дети здесь? И отвечал Иесеев, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуилу Иесееву, пошли, возьми его, ибо не сядем, обедать на поле, не придет он сюда. То есть, дома еще кто-то есть, самый последний, младший. Все, потому что никого нету, значит, не, этот все последний, все, давай, он сюда, наверное, точно, он все, пока не придет, есть, не сядет. То есть, понимаете, вот он пришел, я говорю, и столковал то, что он увидел своими глазами. Более того, еще там продолжалась эта картина, этот, и этот, и этот, и этот, и этот. Потом откровение пришло к самому, все, все здесь, нет, есть еще один младший кустушок, все, давай, точно, точно, вот. То есть, смотрите, откровение было реально очень мощное, очень мощное было откровение, которое человек видел. Но, к сожалению, истолкование было не до конца верно, было истолковано тем, что он видел. Поэтому, друзья, истолкование не зависит от чувства, истолкование, очень часто, даже не зависит от того, что ты видишь. Хорошо, давайте еще несколько слов. Натфея, 16 глава, 13 стих. Натфея, 16 глава, 13 стих. Придя же в страны Кисарию и Филиппову, Иисус прошел ученику о своей, за кого люди почитают у меня сына человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Идию, одни за Иереми и за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Иоанн, потому что не плод и профит крылья тебе этого, но отец мой сущий в небесах. Смотрите, интересная история, мне она очень нравится. Иисус спрашивает своих учеников, и Петр, как он говорит, что он счастливый человек. Почему? Потому что сам Бог дал ему это откровение. Это откровение всех времен и народов, что Иисус, он Сын Божий. И он говорит, Петр, ты не представляешь, насколько ты счастливый. Это тебе не открыло то, что ты видишь, или то, что ты ощущаешь, не плод и кровь, не какие-то человеческие умствования. Но это, говорит, сам Бог дал тебе это откровение. То есть, знаете, похвала от Иисуса. Не от пастора, не от дьякона, а сам Иисус говорит, ты настолько блажен, потому что Бог дал тебе это откровение. И он начинает освобождать жизнь Петра пророчества, что Петр, ты гайми, я создам церковь мою. Восвобождает очень-очень-очень-очень мощное откровение. И потом Иисус, 21 стиха, с того времени Иисус начал открываться уничтожникам своим, что ему должно идти в Иерусалитию и много пострадать от столешников, и просвещенников, и книжников, и быть убитым и в Третье Деяностейство. И вот наш апостол, на котором Бог собирается строить церковь. И отозвав его Петра, начал прикосновить его. Вот милость к себе, Господи. Да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру. То есть тому, которому он несколько стихов выше был, что Бог тебе открыл, а ты блажен. Отойне от меня Сатана и мне соблазн. Представляете, вот как можно быстро с Божьей волны скатиться на гимноническую волну. Будем это так называть. То есть здесь он получает откровение от Бога. И здесь, наверное, он тоже хотел. Он думает, там же меня Иисус похвалил. Я такой молодец, от Бога получил. И здесь он думает, наверное, тоже сейчас меня Иисус похвалит. И такой Иисус. Хороший. Зачем он тебе надо? Не надо туда ходить, пожалей себя. Ты строительство, царство, построить. И что я имею в виду, Иисус? Ты вообще Сатана. Здесь он называет, что ты счастливый, потому что Бог с тобой работал. А здесь он вообще говорит, что ты Сатана. То есть несколько стихов разделяет Божьи откровения от гимнонических откровений. Почему? Потому что опять же Петр начал своей душой. Знаете, Иисус не надо. Иисус, давай, все будет хорошо. Ну что-то тут от смерти, тут и царство себя, кажется, построить. Тут от смерти говоришь. То есть это еще раз доказывает то, что не надо трудновать откровения души душевными какими-то своими вещами. Потому что, поэтому, наверное, очень тяжело служить людям, которые стоят очень хорошо. Знаешь. Хорошо. Еще одно место. Оно мне нравится больше всего из-за пятер, что мы прочитали. Это четвертое место. Спасибо. Я только об этом подумал. Бияния, десятая глава. Просто мы уже будем на творчестве сегодня. Деяния, десятая глава. О, мне очень нравится это место. На Петра веке дело. Деяния, десятая глава, десятая стих. И почувствовал он голод. То есть Петр хочет кушать. И хотел есть. Есть еще сходя. Голод и хочет есть. Не знаю, наверное, тоже когда-то бывает и голодный, и хотите есть. Поэтому вам, наверное, это состояние знакомое. Между тем, как приготовляли, то есть даже готовили, запахи, наверное, какие-то стояли, он пришел в вступление. То есть очень мощная форма переживания Божьих откровений самого Бога. То есть мы видим, он и что-то услышал там, или увидел, как сквозь тускло, если Бога дается, он переживает очень мощное состояние Божьего откровения. И видит отверстное небо, исходящих ему некоторых сосудов, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, прислакающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, закори и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не имел ничего скверного или нечистого. Мне, знаете, по хозяйственному, что меня удивляет. Петр, кто ты вообще такой, чтобы спорить с Богом? Вот что за наглость такая у тебя? Ты видишь такое выступление в мощной форме, такое откровение. Ведь это от Бога, не надо вас уверять, что это, может быть, это не Бог. Конечно, Бог. Бог дает такое сильное состояние переживания. Бог дает видение. Ты слышишь голос Бога? А что ты с ним споришь в конце? Бог сказал, закори это, я не делаю ничего нечистого. Кто ты вообще такой? Так как у нас в России. Кто ты вообще по жизни такой, да? Чтобы ты спорил с Богом. Тогда в другой раз был вклад к нему, что Бог очистил того, не почитай, нечистая. Это было трижды, и сосуд опять поднялся в небо. То есть три раза уже такой был диалог с Богом. Бог ему говорит, ешь, господи, я не ел ничего нечистого, не сперва, нечистая. Что я очистил, не почитай, нечистая. То есть Бог говорит, есть можно. Опять ему, все, я очистил, не почитай, нечистим, ешь что-то. Этот опять такой спорщик непонятный. Но, видать, после того, как Иисус облечил, что он сатана, мы поняли, что здесь что-то другое, наверное, было. Он опять ему говорит, ешь. Он говорит, я не ел. Бог опять говорит, я очистил. Сколько можно уже спорить с тобой, Петр? Все, можно есть. Можно есть. Я очистил, Бог говорит. Можно есть. Давай, кушай. Ты хочешь есть, ты голоден, все, закали и ешь. 17 стих в начале. Когда же Петр недоумевал в себе, чтобы значило видение, которое он видел? В смысле? А что непонятного? Ведение было? Было. Иступление было? Было. Голос Бога был? Был. Все понятно. Если хочешь, можешь свинью мочить, пожалуйста. Кушай, бекон, все, что хочешь. Наслаждайся. Вылезь на все дела. Но все непонятного там. Но видение-то об этом было, правильно? Бог говорит, даже сам. Ладно бы, если там поведение, непонятно, иступление. Видите? Голос Бога, с которым ничем не ошибешься. Который говорит, можно есть нечистых животных. Давай, Петр, вставай и кушай. Ты есть хочешь. Понимаете? Я понимаю, что, знаете, есть люди, они даже не переживают это состояние. Они увидели что-то и сразу бегут в церковь. Я такое видел, Петр. Такое видел. И понимаете, Петр бы, наверное, тоже, если бы я был на месте Петра, наверное, так бы совершил. Я бы побежал к своим братьям-евреям со словами «Бог мне открыл, мы можем есть нечистых животных». И как им бы с последних рядов полетел? А может, из первых. Неизвестно. И камень летит. А я кричу, да мне Бог открыл, Бог сказал. Я прав? Конечно, я прав. Бог же открыл. Я же это видел. А эти камни все летят и летят. Понимаете? А я кричу, Бог открыл. Бог показал. Я же стою на правде. Я же не обманываю. Нет, я не лжа пророк. Нет, Бог мне показал, показал. В чем проблема? Что они ко мне идут там? Что они меня замочить хотят? Бог, я бы сказал. Прости им, Господи, вы не знаете, что творят. Или я, может, не знаю, что творят. Если мы с вами смотрим дальше. Так как он еще не вдумевал, в 19 стихе написано, между тем, как Петр размышлял поведение. Я понимаю, что в христианском мире не хватает, что ты увидел, что ты увидел и узнал. А потом думаешь, а что у меня братья и сестры так это, прям не очень? Потому что делать вещи непонятно. Но не суть. То есть, и ты думаешь, а что размышлять, а что не обманывать? Все же было ясно, как Божий день. Все же было понятно. И дальше мы видим, что он приходит в дом Кормили. Кормили принимает Христа. И из дома его принимает. И потом Петр говорит такие интересные слова. Он им сказал, что вы знаете? Ну, я своим словом. Нет. Нам нельзя общаться не со своими, да? С иноплеменниками. Но он говорит, мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверных или нечистых. Смотрите, какое видение и какое откровение им. Мы бы сказали, что Петр, хорош ты за уши, это все претенул. Какие люди? Это все понятно. Нечистых животных было еще. Какие люди? Петр, что это хуйня? Ну, ты понял, что Петр? Видение было совсем о другом. Нечистых животных. Вот, если нет. Это не люди. Петр был евреем, он понимал, что что-то здесь не так. Поэтому он, наверное, прикосновил с Богом. И мы видим, что то, что он истолкопал, это принесло пользу. Это принесло влага для людей, для него. А если бы он побежал в Мерусалим, он бы камнями пробили с вероятностью 90-90%, понимаете? И жизнь у Петра закончилась. Мы бы рассуждали, если бы мы не знали эту историю. О, какие неправильные люди. Бог открыл Петру про Семину. А они его камнями побили, понимаете? Поэтому нам нужно понимать. То, что мы видим, не всегда является тем, чем оно является. Бог, это язык Бога, разговаривает в дычах, разговаривает в метафорах, в аллегориях. Здесь Бог сравнивает этих людей, с ним чистые животные. И Петр размышляет, и Петр думает, а почему так? А почему так? Друзья, истолкование, это одно из самых важных компонентов пророчества. Для того, чтобы это доставляло пользу. Поэтому, когда вы что-то видите, не грех, если вы над этим размышляете. Если вы будете сопоставлять, что это могло значить. Или, может, его не значить. Я вам расскажу одну историю. У меня есть рекомендации очень много, которые мешают. Ну, и прочие вещи, которые сбивают. Но нет времени, я бы вам это дал. Там их очень много, о которых я говорю. Я вам расскажу одну историю. Смотрите, как-то эта реальная история приезжает молиться за человека, за одного мужчину. И молимся за него и увидим такое видение, что мужчина тащит мешок с землями. Он очень тяжел, он как на полусорбанных ногах тащит. Что видение значит? Ну, что оно значит? Мужик тащит мешок с землями. Что значит? Окей, ладно. Мы разговариваем с этим мужчиной. То есть мы, когда что-то видим или что-то получаем, есть вещи, которые я понимаю, но мы стараемся общаться с людьми для точности понимания.